Птичьи роболапы десятикратно увеличивают возможности дрона. Как снежинки нет двух одинаковых веток. Они различаются по размеру, форме и фактуре. Некоторые мокрые, другие покрыты мхом, снегом или побегами. И все же птицы могут приземлиться практически на любую. Эта способность вызвала большой интерес в лабораториях специалистов Стэнфордского университета. В результате нескольких лет исследований были разработаны роботизированные модели птичьих лап, позволяющие дроном приземляться на ветки и плоские поверхности. А также захватывать и переносить предметы. В качестве образца инженера использовали лапы Сапсана. Кости напечатали на 3D принтере из полимерной массы. А роль мышцы сухожилия взяли на себя электродвигатели и нити лески. Специалисты считают, что птичьи лапы позволят дроном вести себя как настоящим птицам. Такие дроны можно использовать во множестве сценариев. Например, для наблюдения за птицами, экологического мониторинга лесов или перемещения небольших грузов неправильной формы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова